Друзья, добрый день! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчану-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья. Я являюсь журналистом. И сегодня мы с вами поговорим о туризме. Ура-ура! Друзья, наконец-то я сегодня первый день, когда смогла избавиться от куртки. Видите, вот сегодня я во всем весеннем. Солнце, очень тепло и хочется помечтать. Поэтому у меня вот такой сегодня цвет настроения. Это мечта, потому что со вчерашнего вечера я почитала комментарии. Очень много приходило вопросов, но когда же откроется туризм и когда же можно будет приехать в Италию. И кто-то написал грустные письма мне. Ну что ты, Катя, сейчас если откроется Италия, мы не сможем приехать, потому что цены будут очень высокими. И мы не сможем себе это позволить. И вот этой теме я хотела бы сегодня посвятить видео, друзья. Ничего подобного. Все смогут приехать. И я более чем уверена, что вы все приедете в Италию значительно раньше, нежели чем вы думаете. Потому что я вижу, как рассыпаются планы всех вот этих вот глобалистов, всех вот этих вот сатанеевов. Я сужу по рае, по итальянскому телевидению, как они форсируют, форсируют события. Знаете, как говорится, перед смертью не надышишься. То есть прекрасно я понимаю, что времени у них осталось мало. Но мы с вами сегодня помечтаем, мы поговорим о том, каким он будет туризм. Конечно, туризм таким, каким он был раньше, он не будет. Друзья, но это не значит, что туризм станет хуже. Вот мне почему-то думается, что он станет значительно лучше. Я больше 20 лет работаю экскурсоводом. Я хочу вам сказать честно, что последние годы, когда у нас появились вот эти вот дешевые авиаперевозчики, там Ryanair и так далее, во что превратился Рим, это была катастрофа катастрофическая. Если вы были в Риме, вы помните прекрасно все вот эти нескончаемые толпы, потому что вот эти толпы, они формировались благодаря не русскоязычному туризму, а благодаря европейскому туризму. Потому что они покупали билет на Ryanair, европейцы, там за 25 евро туда и обратно. То есть вы представляете, что это за самолет, что это за лоходром в воздухе. Утром приезжали, вечером возвращались, они не тратили такие туристы ни копейки, но они создавали всегда вот эти огромные очереди. Потому что русскоязычные туристы преимущественно приезжали либо регулярными рейсами авиакомпаний, своих государственных авиакомпаний, либо многие приезжали автобусами. Автобусные туры это для того, чтобы сэкономить. И вот мы сейчас с вами обсудим, на мой взгляд, на взгляд опытного человека, каким же он все-таки станет туризм. В первую очередь я думаю, что он станет индивидуальным. Но мы с вами вернемся к тому, когда у нас были огромные толпы. Я помню, что у меня была небольшая группа людей, такой корпоратив. Мы подошли к Колизею, у нас была бронь. Мы отстояли в очереди с бронью, по броне. Мы отстояли час. Когда мы подошли ко входу в Колизей, нас остановили, сказали, Колизей переполнен, надо подождать, когда какое-то количество людей выйдет. Мы стояли, ждали час двадцать. То есть вы можете себе представить, чтобы войти в Колизей, нам потребовалось на жаре два часа двадцать минут. Люди приехали у меня из Сибири. Они мечтали о Колизее. То есть когда они вошли в Колизей, вы можете себе представить, в каком состоянии они были. Им уже ничего не надо было. Давайте мы с вами вспомним музей Ватикана. Кто был? Очереди, нескончаемые по броне. С противоположной стороны такая же очередь без брони. Входишь внутрь, особенно в летнее время, кондиционер не работает. Подходишь к Сукстинской капелле. Орущие охранники, ничего не надо. Вы знаете, несколько лет тому назад в Риме, не в Риме, извините, в Ватикане проходила выставка Третьяковской галереи. Это был декабрь месяц, когда она открылась. Это, в общем-то, было межсезонье. Были сотрудники Третьяковской галереи и были реставраторы. И вот один из таких реставраторов, он, правда, был из Эрмитажа, из Санкт-Петербурга. Мы с ним пошли на экскурсию в музей Ватикана. И он мне сказал, в межсезонье, я знаю, что они в летнее время музеи еще более заполнены, но он говорит, я считаю, что вот такая вот эксплуатация произведений искусств – это варварство. Потому что вот эти гобелены, вот эти фрески, потому что идут толпы людей, потому что испарения и так далее, они максимум просуществуют еще несколько лет, а потом это можно будет выбросить. То есть он назвал это варварской эксплуатацией. То же самое можно было отнести к Элизею. И вот мы все думали, когда же это закончится. А теперь мы прекрасно понимаем, что, видимо, режим имел представление, что у нас начнется вот этот вот великий пердемонокль, и им надо было вот начесать в себе побольше бабосов. Просто я по-другому не могу сказать. Поэтому, когда это все закончится, а это закончится быстрее, чем мы с вами думаем, туризм, он будет, конечно же, другим. Первое, то, что я думаю, что больше не будет групп. Не знаю почему, но я почему-то думаю, что их не будет. Ну, во-первых, причина – это билеты. Потому что поднять чартерные рейсы – это будет сейчас очень дорого. И первое время они будут абсолютно нерентабельными, поэтому цены низкие в любом случае на них не будет. Вот. Потом, следующий момент – отели. Любой отель в Риме, он будет стоить дорого. Скорее всего, что первые те, которые откроются, это будут 4 звезды, 5 звезд. Вот. Поэтому даже если вы едете в составе группы, это все равно будет по цене индивидуального туризма. Поэтому индивидуальный туризм, я думаю, что он полностью заменит групповой. Групповой – это будут только автобусные рейсы, но не самолетные рейсы. Ну, вот, давайте сейчас попытаемся поразмышлять, как же можно будет приехать в Италию. Помечтаем, чтобы недорого заплатить, но все-таки, чтобы получить большое удовольствие. Конечно, авиаперевозчик, вот даже тот же Аэрофлот, сейчас 4 рейса летает из Рима в Москву, он стоит, Аэрофлот туда и обратно стоит ровно в 2 раза дороже, нежели чем он стоил раньше. То есть, если вы все-таки решите приехать, надо будет подумать, как сэкономить на гостинице. Смотрите, опять же хочу повториться. Я уверена, что в Риме гостиницы будут стоить очень дорого, а Рим посмотреть захочется, и на экскурсию сходить захочется. Каким образом можно будет поступить? Друзья, я вам действительно рекомендую наш город Кенчано-Терми, потому что мы находимся очень удобно. Мы находимся посередине, между Флоренцией и между Римом. И у нас, это гарантированно в нашем городе, никто не собирается поднимать цены на отели. То есть, вы приехали в Рим, вы садитесь на поезд. Кстати, когда вы прилетите в Рим, вы можете вещи оставить на вокзале Термини и совершить, там есть камера хранения, совершить небольшую прогулку, ознакомительную прогулку по Риму. Даже, может быть, в первый день без экскурсовода самостоятельно вы сможете это сделать. Потом сесть на поезд. Если вы захотите побыстрее добраться, Интерсити. Интерсити вас привезет сюда ровно за час. Если вы хотите сэкономить, есть обычный поезд, он идет час сорок. Приезжайте, у нас есть рейсовый автобус, либо есть такси на вокзале. Либо так, либо так, в зависимости от того, на что вы рассчитываете. Пожалуйста, гостиница очень хорошего класса. Заходите поехать на целый день в Рим так, чтобы посетить Ватикан самостоятельно или с экскурсоводом. Варианты будут. Пожалуйста, садитесь на поезд, добираетесь до Рима. Если хотите сэкономить, кто рано встает, то тому Бог подает. То есть садитесь прямо на ранний поезд. У нас есть и в 7 часов утра, отходят и в 6 часов утра. Добираетесь до Рима, целый день гуляете по Риму. Музей Ватикана осматриваете, базилика Святого Петра. Я думаю, что, конечно, билеты будут стоить дороже. Я думаю, что они поднимут стоимость. Как они будут организовывать экскурсии. Они позволят входить частным гидам. Или, допустим, они поставят это на свой собственный формат. То есть в каком плане, что экскурсии будут проводить и гиды внутренние, так, чтобы все деньги оставались в карманах структур. Может, они не захотят довольствоваться только стоимостью билета, а решат, что если ходить экскурсию, никаких посторонних гидов только наших. Хотя это нарушает Конституцию. Не Конституцию, это законодательство нарушает туристическое. Но им это сейчас будет наплевать. Поэтому вполне возможно, что внутрь, если вы захотите пойти внутрь в Колизей или в музей Ватикана, они вам предложат своих собственных экскурсоводов. Друзья, но это ничего не меняет. Потому что Рим – это музей под открытым небом. Имеется галерея Боргеза, имеются капиталистские музеи, имеются потрясающие фонтаны и так далее. Поэтому я думаю, что экскурсоводы, которые поменяют формат работы, они без работы, в общем-то, не останутся. Поэтому на один день вы сможете съездить в Рим, и это будет стоить значительно дешевле, нежели чем там брать гостиницу. Гостиница реально там будет стоить дорого. На один день отсюда же можно будет съездить во Флоренцию, погулять во Флоренцию, что во Флоренции отели всегда очень дорого стоили. На один день можно съездить в Сиену. У нас даже вот, пожалуйста, центр города, исторический центр, автобус идет до Сиены, доезжает 5 евро стоит всего-навсего. Утром выехали, вечером вернулись. Что касается малых городов, вот которые у нас здесь по периметру расположены, вы можете взять мотоцикл Веспа. Пожалуйста, под нашим городом находится аренда. Мотоцикл Веспа, такой традиционный итальянский мотоцикл. И на этом мотоцикле вы можете полностью объездить вот те города, которые мы с вами осматриваем. Потому что, друзья, вот я хочу сказать, я на машине доезжаю максимум 15 минут. У нас очень многие вот по этим узким дорожкам ездят на мотоциклах. Это вполне принято. Велосипеды. У нас очень много велосипедистов. Если не хотите брать мотоцикл, пожалуйста, можете взять в аренду велосипед, добраться где угодно. Но это вот кто, допустим, захочет сэкономить, но все посмотреть своими глазами. А там дальше разные варианты существуют. То есть те люди, которые захотят подороже, пожалуйста, берется машина Эна Чичи, то есть с водителем. Пожалуйста, я вот, например, официальный экскурсовод, и мы с вами проедем по всем городам, все мы с вами осмотрим, я экскурсию проведу. Заходите самостоятельно, пожалуйста, самостоятельно. Я думаю, что туризм будет вот таким вот. Что касается автобусных туров, потому что многие едут в автобусные туры. Я, например, очень много лет работаю вот такая туристическая фирма. В Петербурге есть Петро Турсервис. У них автобусные туры. Есть белорусские туристические фирмы. Точно так же автобусные. Это не будет стоить дороже. Потому что на отелях, отели же не берут в центре Рима, или, допустим, в центре Флоренции. Берут на маленькие отели. Маленькие отели не будут повышать стоимость. Украина. В Украине есть очень большая фирма на А, как-то она называется. Она есть и в Киеве, она есть и во Львове. Очень много автобусных туров. Так вот, у нас какой был план? Что люди приезжают, если автобусный тур, то есть остановка перед Кинчану Терми, это местре, отели, небольшие цены подниматься не будут там. А потом люди приезжают и дней пять находятся здесь, в Кинчану у нас, в наших отелях. Да мы же даже сможем договориться о ценах более демократичных, нежели чем те, которые были раньше. Пожалуйста, люди останавливаются здесь. На один день выезжают в Рим, на автобусе, на своем и на своем же возвращаются на экскурсию. Один день Флоренция, на экскурсию, и там будет ждать Галя Симони, моя коллега-экскурсовод Флоренции. Один день, пожалуйста, Сиена рядом или Ожерелье Тоскана, я этот тур называю, вот те самые города, которые у меня на видео. Более того, у нас была даже такая идея с людьми договариваться, какие города вы хотите посмотреть. Вот вам, пожалуйста, видео. Мы можем включить Сан-Джиминьяну, мы можем включить Сартеану, мы можем включить Читону, мы можем включить еще другие города, Умбрия, Асизи. Выбирайте те города, которые вы хотите посмотреть, потому что за один день мы не можем посмотреть все те города, в которых мы с вами вместе побывали. Давайте мы проголосуем и выберем такой тур, чтобы вы сами вот в состав включили те города, куда вы хотите поехать, какие вам больше понравились, чисто вот так вот зрительно. Люди будут голосовать и таким образом осматривать. Обязательно агротуризм, потому что агротуризм у нас, вот можно научиться готовить итальянскую пасту, можно научиться готовить итальянскую пиццу. Поэтому все это съесть, что не съели, забрали с собой. Оливковое масло, пожалуйста, хорошее вино. Поэтому, друзья, вот с точки зрения, как мы планируем это делать, и у нас работа идет по этому поводу, и у нас Кинчано, вот здесь как раз площадь Италии, у нас есть потрясающий туроператор, мы уже говорили с этим туроператором, потому что многим же визы нужны. Украине отменили визы, а вот, например, россиянам надо делать визы, белорусам надо делать визы, так, чтобы они имели возможность получить аккредитацию в консульство, допустим, в Москве, или в Минске, или в Санкт-Петербурге, для того, чтобы разрабатывать вот такой тур, чтобы у любого человека была возможность приехать, когда это все закончится. Поэтому, друзья, я хочу вам сказать со своей стороны, мы работаем, работаем, и не будет это только для супер каких-то, пупер богатых людей, это будет для людей, в том числе и для среднего достатка. Единственное, что я более чем уверена, что групповых вот этих вот самолетных туров, там через Риме, не как они раньше летали, вот этого не будет, потому что чартеры, они просто так быстро не запустят. И ставьте все-таки на карандаш, друзья, что вот эти вот дешевые туры, самолетные, которые были по принципу, как фишка ляжет, то есть вы покупаете тур, вы не знаете, какой у вас будет отель. И иногда в таких скандальных отелях размещали люди, или полгруппы в одном отеле, полгруппы в другом, пол там еще где-то в третьем. И были такие, что и санузлы находились где-то там чуть ли не в коридоре. И люди приезжали, ну вы же заплатили за трехзвездочный, да юра, и де факто у вас три звезды. Нам же не показали на фотографии, что это за отель будет. Ну вот другого не было, будете жить в этом. И автобусы там были какие-то тоже непонятные, и вы не знаете, кто вас будет сопровождать, вы не знаете, кто будет проводить экскурсии. И в общем-то, конечно, потом было очень много нареканий. Поэтому я думаю, что вот эта вот форма, она себя отживет. То есть люди станут после того, что произошло, более самостоятельными. Они будут сами выбирать отель, они сами будут планировать маршрут, то есть они будут платить за то, что они будут заказывать. Поэтому в моем представлении это будет вот так. То есть я считаю, что туризм, он станет более совершенным, более грамотным, нежели чем вот он был раньше. И за счет того, что не будет вот этих дешевых рейсов Ryanair, европейских, так называемых, лоходрома, вот этого в воздухе, на один день в Рим или там на один день в Париж со своей водой, со своими бутербродами, и только одни очереди, я думаю, что будет просто реально меньше людей везде. И в том же Колизее, в тех же музеях Ватикана, то есть будет проще просто-напросто куда-то попасть за счет этого. Поэтому не расстраивайтесь, если вдруг вы не увидите, что нету каких-то официальных, то есть чартерных, дешевых рейсов. Какая разница? Вы от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется, правильно? Математика – это точная все-таки наука. Если вы переплатите на авиабилете, на билете, вы сможете таким образом сэкономить, например, на отеле, если вы разместитесь самостоятельно в правильном месте. Поэтому мы над этим сейчас работаем и работаем вот с нашей турфирмой, которая находится у нас в Кенчано, и со многими моими коллегами с экскурсоводами Рима, кто много лет работает, кто знает туризм, с экскурсоводами Флоренции, с экскурсоводами Венеции, чтобы подготовить хороший продукт для людей, когда границы откроются, и чтобы люди смогли приехать. Поэтому не пишите мне такого, пожалуйста, больше, что Кате, мы не сможем приехать, потому что это все будет очень дорого, это будет недоступно. Мы работаем сейчас над этим, чтобы было доступно, чтобы было доступно, чтобы не было рвачества. Оно будет, конечно, но каким образом можно будет научить людей вот этих вот самых рвачей обходить, потому что будут рвать, в том числе и надувать и отели 4 звезды, и 5 звезд, я имею в виду в отношении Рима. Поэтому, естественно, надо будет переформатировать всю работу, чтобы она была более индивидуальной, то есть более индивидуальный подход, чтобы был к каждой группе, или, допустим, к людям, которые предпочитают путешествовать самостоятельно. Поэтому все это будет. Поэтому, друзья, все то, что я показываю, я хочу вас действительно разлакомить, чтобы вы приезжали, осмотрели все наши музеи, все наши достопримечательности. Это все обязательно будет у каждого из вас. Поверьте, пожалуйста, не будет такого, что кто-то будет обделен. Работаем, работаем. И чтобы было качественно, конечно. Потому что у нас, я хочу сказать, это правда чистая, определенный момент был такой, когда уже, знаете, как называется, зажрамшись вот были, потому что вот шел этот поток, людей и уже не отслеживали, ни жалобы не отслеживали, ни отели не отслеживали. По принципу, как фишка ляжет, работали очень многие. Все равно приедут, все равно будут люди. А вот сейчас нету, а вот сейчас не приехали. И уже почувствовали, и поняли, что такое пустые города, пустые рестораны, пустые кафе. Что в Риме у нас с кафе, там с ресторанами, с некоторыми, очень много было проблем. То есть надували, надували страшно. А, эти уедут, приедут другие. Сейчас они понимают, что это такое разоряться. У нас, например, в Тоскане, хочу сказать, по поводу даже тех же ресторанов, кафе, у нас цены в 2-3 раза ниже, нежели чем в Риме. И, естественно, уровень еды, качество очень хорошее. Всегда было, все натуральное. Поэтому сейчас будет все по-другому. Поэтому будет лучше, будет качественнее. Вот такая у меня мечта, поэтому я очень надеюсь на то, друзья, что мы с вами обязательно все очень скоро увидимся. У нас целая группа экскурсоводов, сейчас наших опытных. Мы работаем над этим каждый божий день, чтобы наши люди могли приехать. И наши постоянные туристы, и те, которые вот этот год смотрели мой канал и мечтали об Италии. Поэтому работа у нас идет. И туроператор у нас здесь очень хороший, в нашем городе. Мы будем очень надеяться на то, что этот туроператор, мы сможем его сделать одним из самых главных, одним из самых основных, когда, я имею в виду на русскоязычный контингент, когда это все закончится. Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем программы. Абани, термы у нас здесь. Друзья, вы же видели термы. Ну как это не приехать сюда и не пойти, допустим, на оздоровительные процедуры. Понятно, что есть вот индивидуальный, тариф там 25 где-то евро и так далее. Но ведь туроператор может всегда договориться местный по другим тарифам, чтобы это было экономнее. Все можно организовать, это все можно сделать. Поэтому все у вас это обязательно будет. Смотрите мой канал, записывайте те города, запоминайте, которые вам понравились. Я всегда вам показываю какие-то ресторанчики, кафушки. И рекомендую, чтобы вы, если вы будете, вы приедете и поете индивидуально, вам не потребуется сопровождение, чтобы вы не заблудились, чтобы вы все смогли посмотреть самостоятельно. Я вижу будущий туризм именно в таком формате, друзья. Мы будем очень-очень стараться и стараемся сейчас. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И увидимся в следующий раз. Друзья, посему обязательно мы с вами встретимся в нашем городе и посидим вот в этом кафе, когда все закончится. Люся здесь ставит столики прямо на улице, на этой площади, там дальше наш Лео. Кафе у нас много, хороших, поэтому обязательно мы с вами сходим на все экскурсии.